Санитарная водоохранная зона Куяльницкого лимана уничтожается благодаря меркантильным интересам депутатов Красносельского совета. По просьбе представителей местной власти, левый берег Корсунской балки и пруда отсыпают строительным мусором. Все это выглядит более чем странно на фоне того, что областная власть борется за сохранение ресурсов Куяльницкого лимана. Похоже, что в Красноселке о данной инициативе ничего не слышали. Программа спасения Куяльницкого лимана принята на областном уровне. Многочисленные бигборди в городе свидетельствуют о том, что этот процесс под особым контролем главы облгосадминистрации. Но в сельском совете Красноселке, похоже, об этом не слышали. При содействии местной власти тут начали отсыпать строительным мусором левый берег Корсунской балки и пруда. В субботу вновь был остановлен завод суда мусора. Не обещали его отсюда вывезти. Но некоторые деятели, назовем так, помешали этому. Этот мусор привезен с улицы Заболотного, где разбирают сегодня старый дом престарелых. Юрий Антонович говорит, что в этом месте планируется разбить парк и сделать детский городок. Но похоже, что так называемые деятели от местной власти решили по-другому. Юрий Куклин уже направил соответствующий депутатский запрос. Также он обратился к Сергею Гуцелюку, так как знает, что тот вместе с политической партией «Удар» Виталия Кличко долгое время борется за спасение Куяльника. Сергей удивляет, что местные чиновники сперва выходят на субботники убирать берег Лимана и тут же благословляют отсыпку мусором санитарной зоны водоема. Люди, которые там, ну, преследуют свои маленькие меркантильные интересы, они глубоко плюют на эти все заповедения первых людей нашей области. Мало того, эти люди подвесены по партийной линии первых людей нашей области. Корсунская балка находится буквально в 100 метрах от Куяльницкого лимана и их соединяет небольшой канал. Эта Корсунская балка, она одна из небольших джерел, которая до сих пор подпитывает Куяльницкий лиман водой. Мы видим, вот тут по всей этой балке, она длиной около 3,5-4 километров, это сплошные джерела и она дает сюда. И любое засыпание, подсыпание этой балки, оно шкодит этим процессам поведения Куяльницкого лимана. Чтобы оценить ущерб, нанесенный данными действиями, Сергей Гуцалюк пригласил эксперта, который более 30 лет проработал экологическим инспектором. Были произведены соответствующие замеры, чтобы определить объем строительного мусора, высыпанного на берегу пруда. Виктора Мазураша возмущает такое наглое поведение местной власти. На областном уровне принято решение о заповедовании. В этой ситуации это нарушение является в высшей степени грубым, подлежит серьезному наказанию, подлежит расчету ущерба. И это мы попробуем вытребовать из государственных контролирующих органов. Соответствующие заявления будут поданы в областную государственную экологическую инспекцию и межрайонную природоохранную прокуратуру. А местные жители только удивляются такому отношению к месту, где живешь. Все побережье вы сами видите вот сейчас, завалено и строительным мусором, и бутылки сбрасываются, и пакеты, и все, что хочешь. То есть это все течет в лиман, люди там мажутся лечебной грязью, и состав этой грязи как бы уже под сомнением. Впрочем, если местная власть и дальше будет игнорировать решение областного руководства, то под сомнением может стать и само существование Куяльницкого лимана. Хотелось бы верить, что в данном случае пресловутая вертикаль власти сработает, и виновные в мусорном беспределе будут наказаны.